вот у нас наступает настоящая весна так хорошо потеплело там солнышко в общем все тает на душе радостно ну у меня не так радостно потому что я хотела сделать как лучше а получилось как всегда и сейчас расскажу подробно как у меня было размусоривание кухни все я хотела по убирать помыть везде в шкафчиках все но получилось что мне пришлось все заново перемывать почему расскажу кто видел может замечал у меня была старая вытяжка сейчас у меня новое только вот поставили вот так как два дня назад я решила помыть вот эти вот решеточки а помыть я их хотела потом дальше покажу чем я вставлю что у меня получилось из этого не делайте не повторять это короче я испортила свою вытяжку и пришлось мне покупать вот новую но то что покупать новую пришлось это ладно короче вызвала я службу не пришли поставили пришел мальчик ой такой спасибо ему молодой вроде бы да но руки золотые бывают же ой спасибо ему спасибо 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 все сделал даже я не ожидала что так будет и быстро и это в общем меньше слова больше дела у него было молодец вот ну это большая благодарность ему короче пришлось ставить мне вытяжку ну вытяжку понимаете да там дырки долбили все опять у меня кухня вся в пыли опять все в общем вот немножко стала приводить помыла вот такой поставила работает она автоматически включается закрыл она выключилась открыл она включилась короче нету все равно надо было менять вытяжку потому что она иногда заедала в общем ну все равно как бы и не сегодня и не сейчас но я вставлю посмотрите что с ней случилось но и как не надо делать тут я решила помыть решетку и взяла средство одно думала чтобы было чисто потому что как бы это вытяжка сильно была как бы ну но как по частей намазала вот этим средством не делайте этого угробила две решетки вот до дыр теперь вытяжку эту нужно менять потому что нету этих решеток ну ее вообще надо было менять она уже устаревшим она еще как бы с первого раза не включается и шумит она в общем я просто показала что если не хотите угробить как я не мойте этой штукой решетку эти прям дырка стал и сыпется раз пришлось генералит так я вот многие просили мне покажите свой парочиститель у меня парочиститель вот такой простой ариета все у меня сейчас мечта это вообще не сбыточная наверно как я буду король конечно мечтать и постараюсь чтобы она сбылась и вот ну покаместь у меня такой моя мечта это конечно керхер парочиститель сейчас приблизительно покажу как он работает потом еще там пару плиток в туалете покажу как чистит внизу в общем я без парочистителя уже вообще не представляю жизни вот смотрите это у меня мытая доска разделочная все равно грязь есть очень хорошо вот эти места дети они как бы здесь есть вот неудобно и снимать это потом тряпочка протираешь она беленькая вот в общем штука для меня не занимает еще здесь покажу еще здесь покажу здесь чистенько и вот уже пошло вот грязно то есть вещь ну как бы очень нужно но единственно хочу сказать менять ее менять воду добавлять она быстро расходуется и поэтому приходится несколько раз здесь я не знаю на пол литра что ли и несколько раз приходится заменять это пока места этот клапан не остынет пока нужно менять то есть время уходит поэтому я вот частями мою чу еще вам пока сейчас я под раковиной буду еще мыть покажу вам немножко под раковиной капелюжечка еще воды есть сейчас покажу как вот здесь вот чистится смотрите всякая гадость я пришлось писать за кадровый текст вот это вот как хорошо он моет возле всяких вот куда не подлезть вообще видите как грязь расплывается прям потом рядом там сейчас будет где дырочка чуть-чуть показывается там тоже бывает такая как бы грязь кроме как парогенератором ничем невозможно очистить ну да я не всегда это делаю бывает раз в неделю но без парогенератора я вообще уже не представляю как это раньше я там зубной щеткой там везде там терла много всякой химии особенно там вот где в раковину стек там тоже хорошо очищает ну поэтому как бы да ну только единственное что маленькая мощность и часто нужно воду менять а воду менять как я уже сказала это вообще ну тяжеловато понимаете поэтому я думаю если будет больше где емкость для воды это будет вообще лучше ну и в керхере по моему там 140 градусов пар а здесь 90 вот видите как хорошо чистит это все прочищено и под раковиной хорошо чистится ну вообще супер теперь смотрите как я мою под раковиной вот этот вот для начала нужно постелить тряпку вот я стелю тряпку потому что будет вода бежать сейчас постелю не знаю как получится здесь не удобно так держать надо и шланг и камеру и нажимать на это вот сейчас будет очень хорошо видно как хорошо парогенератором мыть вот эти всякие недоступные места он хорошо и грязь собирает и под шурупов или везде со сместителей и везде просто мне неудобно потому что я одной рукой держу парогенератор тут же камеру еще надо на кнопку нажимать потом когда ставишь да просто одной рукой можешь другой парогенератором это вообще отмен ну вещь хорошая хорошая кто что говорит то да может быть слабенькая но все равно мне очень нравится ну это с парогенератором ясно у кого нету парогенератора делаем так берем любое вот такое ну любое какое у вас там для чистящего там для пластика для всего я вот так вот всегда разбрызгивала вот видите она прям собирает всю грязь вот так везде 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 вот так вот так и оставляла ее ну минут на десять вот она все это стекает на тряпку вон грязь бежит видите грязь так здесь везде оставляете и пусть она немножко растворит грязь вот особенно вот с этого и пусть постоит потом дальше посмотрите так вот она постояла теперь берем сейчас вот так немножко потрем так потрем бумбочкой сейчас попробую включить подсветку так ну что так сейчас будет лучше вот мы еще побрызгаем где не отстала видите немножко вот так вот потрем где вот это зеленая сторона где мягко вот так вот гофру промокнем она хорошо будет оттираться видите у нас все сразу вот это здесь здесь вытираем потом эти плафоны вот здесь хорошо вот так вот пусть еще постоит чтобы она чистенькая была ну естественно шкафчики этим же раствором протрем но это у кого нету пара этого генератора потому что пара генератором раз раз и все даже ту стенку которая вон далеке быстро ототрется только нужно подстилать потому что капает видите всякая грязь вся смывается потом когда вы это все сделали оно постояло там все берем любую бутылку с поливизатором наливаем горячей простой воды и вот так брызгаем то есть полоской сверху начинаем потому что оно будет ниже капать хорошо так сполоскаем где вся течет грязь как все это хорошо сполоскнули теперь берем любое полотенце сухое и вытираем на сухо промыкаем прям так так сейчас вот берем сухое полотенечко и так вот промыкаем где еще не получилось вот есть грязь можно щеточкой потереть вот особенно это хорошо но это я так быстро показываю что потому что мне еще надо вон стенку там заднюю помыть долезть до нее неудобно снимать и это вот когда уже помыли вот это все шланги стенку все убрали тряпку и стелим я всегда стелю под ведро у меня вот такая вот парочка есть все ставим мусорное ведро ну естественно эту полку вытереть ставим ведро закрываем и у нас чистота порядок и продолжим у меня еще вот остались здесь вот потеки сейчас я их натру видите мне нужна тряпочка видите еще она стекает так что можно еще не спешить сейчас ну естественно чисто у нас раковина помыть ведерко я вот кладу еще такой ватный диск и капаю мандаринового масла мне такое вот для запаха одеваю пакет для мусора и сейчас ну сейчас застелю я не покупаю я кладу ставим сюда так убираем все здесь естественно протерли закрываем дверцу и продолжаем дальше что нам надо ну так девчули красотули всех кто смотрит мне короче как-то так получилось вот я всегда так пользуюсь у меня в коробочке чем что там надо потереть что подмыть там чистые полотенцы вот сколько израсходовала грязные где что вытереть где что вот все сейчас в стирку не в кинштейн а в стирочку пойдет ну короче как-то так получилось убрала я помыла так ну вытяжку это еще задекорируется вот в общем вроде как-то так меня еще бесит вот окно не могу на него смотреть потому что здесь рассада ну завтра надеюсь или послезавтра помою и шторки и еще хотела сказать особенно девочкам с родильной группы я вам там скинула про денежный поток посмотрите попробуйте вдруг разбогатеете когда денег будет много скажите там придете ко мне скажите эйла столько у меня денег не знаю куда девать на тебе поделитесь со мной вот ну а кто узнать хочет узнать про этот денежный поток заходите ко мне в группу волшебный пендель от элочки почитайте вот всем добра и богатства вот побыстрее выходите все с этих кредитов с этих ипотек в общем давайте богатеть а вдруг вот ну вроде бы все сказала что хотела сказать всем пока пока всего хорошего удачи девочки